Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я вас приветствую и сегодняшнее видео это продолжение видео о выборе брюк, где я говорила о джинсах скини и о брюках, которые напоминают скини по фасону. В общем-то я бы определила скини именно как фасон, и когда я буду говорить скини, я подразумеваю именно фасон, а не столько джинсами по себе. На самом деле джинса скини у меня по-моему одна пара всего, классический синий цвет, не темные, не светлые, все остальное это брюки. Вот герой вчерашнего ролика в таком цвете, немножко бордо, темное бордо, и вот сегодня я специально выбрала такие брюки, чтобы показать вам, что в общем-то такой верх бирюзового цвета очень трудно сочетать с чем бы то ни было, но вот с такими брюками, которые сами по себе тоже необычны в таком варианте, на мой взгляд смотрятся неплохо. Опять же хочу подчеркнуть, что лук в таких ярких цветах напрягает и в общем-то обладательницу этого лука, и мне кажется окружающих. Поэтому опять же мой совет остается прежним, если вы выбираете себе куртку, джемпер, пальто, ориентируйтесь на классические цвета, типа вот тех, что у меня есть за спиной. Бордо, коричневый, серый, все его вариации, теплый, холодный и так далее. Итак, мы остановились на том, что вы выбрали себе брюки, взяли ваш размер, взяли на размер меньше, пришли в примерочную, все это померили. Поприседали обязательно, чтобы понять, не спускаются ли они, если все в порядке, спускаются, но не критично, как в общем-то любые брюки должны двигаться по телу во время движения. Мы их оплачиваем, берем домой и приходим домой, не срезаем этикетки, тестируем наши брюки второй раз. Мы их надеваем и остаемся в них примерно на полчаса, делая совершенно разные, может быть даже какие-то домашние дела, можно попить чай, посмотреть телегизор, кому-то позвонить, посидеть, встать. И именно эти 30 минут позволят нам понять, удобно ли нам в размере, который мы выбрали и как в общем-то сшиты скини, потому что скини не должны спускаться. Если вот эта часть чуть ниже пояса, чуть ниже ремня будет спускаться, это будет некрасиво, это будет плющить нам попу, и плюс это будет визуально уменьшать нам длину наших прекрасных ног, это нам не нужно. Соответственно, если выбранные вами брюки обладают таким дефектом, мы их возвращаем в магазин, благо закон о защите прав потребителей нам это позволяет, поэтому, пожалуйста, сохраняйте чеки, не обрезайте этикетки. И в общем-то есть у вас 15 дней, поэтому если вы не можете сразу второй раз протестировать ваши брюки, вы можете это сделать через несколько дней, когда время свободное у вас появится. Отдельно мне бы хотелось сказать о Низи Джин Скини. Очень многие производители на этикетке рядом с поясом определяют свои скини как скини, либо как супер скини, либо супер слим, супер стрейт и так далее. Все это указывает на то, что эти брюки узкие, но не все скини сидят так хорошо, как хотелось бы. И секрет состоит в том, чтобы скини там, где они облегают лодыжку, были не шире, вот эта часть была не шире, не больше 10-11 сантиметров, если вы в таком размере, как я. То есть это 40-й размер и, соответственно, J-бренд я беру 25-го размера, если мы берем джинсовую линейку размера. Если вы 42-й, 44-й, возможно, даже 46-й размер, и вам я тоже советую носить скини, то вы берете, ориентируетесь, ширину брючины внизу 12-13 сантиметров. То есть брюки внизу должны очень хорошо облегать. Они фактически должны сидеть как леггинсы, как обычные черные леггинсы, которые, в общем-то, не являются одеждой, скорее это пижама, на самом деле, на мой взгляд. Итак, чтобы в магазин не отправляться с линейкой, до того, как мы вышли, мы берем линейку, отмеряем на руке 11 сантиметров, ставим здесь вот заметку, в данном случае она была бы вот здесь. Соответственно, до того, как отправиться в примерочную, мы все джинсы прикладываем и смотрим, какова у них ширина. И я настоятельно вам рекомендую даже не примерять джинсы, которые будут шире. Возможно, они очень вам понравились, возможно, у них какая-то потертость прекрасная, которую вы давно искали и мечтали о ней. Возможно, они того цвета, который вам очень давно хотелось приобрести. Я не советую их даже примерять, потому что соблазн их купить будет очень высок. Вам покажется, ну, сантиметр разницы, это не так много, не так важно, но именно при носке, этот сантиметр ширины, лишний сантиметр ширины, будет, в общем-то, портить вам лук. Будет той деталью, которая с одной стороны незаметна, но с другой стороны, вот как-то она незначительно допортит нам всю картину. И хотелось бы сказать еще также о длине брюк. Очень часто их приходится укорачивать, потому что производитель не знает, какого роста будет его покупательница. Соответственно, он делает очень часто брюки длинные. Это касается также мужских брюк. Очень часто и мужские брюки нуждаются в обрезании. Что я советую? Я советую просто взять ножницы. Прекрасно это видно здесь на солнце. Необработанный край. Просто обрезать до той длины, которая вам нужна, учитывая, что брюки вы будете подворачивать. Я вам всегда советую подворачивать джинсы и брюки узкие. А, в общем-то, и не узкие тоже, если это возможно. Соответственно, подвернув их, отсутствие шва позволит очень естественно смотреться такому подвороту. И преимущество брюк скини, в общем-то, зачем мы подворачиваем, во-первых, это придает некой расслабленности образу и как следствие актуальности образу. И очень красиво такой прием обнажает нам тонкую часть лодыжки. И даже если вы думаете, что лодыжка у вас не тонкая, все равно ее стоит обнажать. И брюки скини прекрасно смотрятся с любой обувью. Я вот так на скидку не вспомню и не смогу вам сказать ни одной пары обуви, с которой бы скини не смотрелось. То есть они прекрасно сочетаются с кедами, с белыми кроссовками и не с белыми, а с цветными. А с балетками, с макосинами, с обувью на каблуках. Они прекрасно заправляются в жакейские сапоги, прекрасно смотрятся суги. Поэтому, в общем-то, на мой взгляд, это идеальная пара брюк. Стоит найти их и, в общем-то, не искать других брюк. Если же ваша работа подразумевает строгий дресс-код, то, безусловно, брюки скини даже в черной варианте, в черной ткани вы не сможете носить на работу. Тогда нужно присмотреться к брюкам-дудочкам. Это самый близкий вариант к скиню. Соответственно, вы будете хорошо выглядеть и дресс-код будет соблюден. Ну, в общем-то, это все, что я хотела сказать в своем продолжении о брюках. Всем хорошего дня, хороших брюк, хорошего настроения. Выглядите красиво.